всем привет дорогие друзья и вот наконец-то я приступил к прохождению 2 dark souls хотел сказать не прошло и года но на самом деле уже прошло 2 то и больше с того момента как я уже начинал проходить dark souls 2 но к сожалению выход dark souls 3 сбил все мои планы и я забросил прохождение dark souls 2 на неопределенный срок и вот наконец-то я вернулся так этой замечательной игре и давайте без долгих предисловий я начну самого начала так как я считаю что это будет более правильным и я надеюсь что это прохождение будет самым эпичным прохождением на ю тубе и perhaps you've seen it maybe in a dream a murky forgotten land Субтитры создавал DimaTorzok An augur of darkness Your past, your future, your very light None will have meaning and you won't even care By then, you'll be something other than human A thing that feeds on souls A hollow Long ago In a walled off land Far to the north A great king built a great kingdom I believe they called it Drang Lake Perhaps you're familiar No, how could you be? But one day You will stand before its decrepit gate Without really knowing why Why? Why? Продолжение следует... 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 И хоть наш персонаж проклят и уже похож на разложившегося зомби, на самом деле он еще не совсем утратил свой рассудок, то есть не превратился полноценно в полого, а лишь является нежитью. Продолжение следует... То есть проклятая нежность при каждой смерти все больше и больше приближается к полому состоянию. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... И вот он, наш герой. Конечно, в этом берете он выглядит не очень. Можно снять и полюбоваться Геральдом из Ривии. Но на самом деле у нас здесь в игре он является не Геральдом из Ривии, а Геральдом из Ланафира. И давайте почитаем наш сет, который нам достался с классом Странник. Шляпа странствующего торговца. Такие шляпы носят торговцы из Ланафира. В тех землях синий цвет, цвет знания. Эта шляпа увеличивает шансы найти предмет. Ланафир самая далекая страна на юге, издавна находившаяся в полной изоляции. Редкий гость из Ланафира всегда кажется странным. Увеличивает шанс найти предмет. Очень прикольный беретик. Особенно в начале игры. Ну и остальные части сета имеют такой же лор, нету никакого смысла их читать. Единственное, что еще мы не почитали, это чужеземный сет, который был на нас в самом начале игры. Пеньковый капюшон, скрывающий все лицо, обеспечивает защиту от стихий и не только. Проклятые души скитаются в этих землях. Почему-то всегда возвращаются сюда, словно что-то влечет их в это место. Итак, чем же так привлекает нежить Дранглик? Здесь у нас находятся три хранительницы огня. Была еще и четвертая, и судя по намекам Строун, скорее всего мы видим ее в начальной заставке. И похоже, именно по ее наставлению мы попадаем в королевство Дранглик, для того, чтобы исцелиться от проклятия нежити. Вообще, конечно, это очень странно, искать лекарства от проклятия и в королевстве, которое пало от проклятия нежити. Имена этих трех хранительниц огня нигде не представлены, Но по официальной информации разработчиков самую разговорчивую из них зовут Строун. Двух других зовут Грент и Морель. Кто из них Грент, а кто Морель, в принципе, не важно, так как толку от них все равно никакого. Они только и могут что насмехаться над нами. И, кстати, хранительница огня Строун, скорее всего, является той самой старухой из храма огня третьего Дарк Соулс. Так как к ее внешности голоса очень похожи. Морель, которые были держат из храма огня. Но сейчас, храма показывают признаки из храма огня. И, как Критон, храма огня. Строун, я думаю, что у них была еще одна. как вы по возможно помните в первом dark souls рядом с каждым костром была своя хранительница которая поддерживала горение этого костра теперь похоже что-то изменилось и так мильбит нам больше ничего нового не говорит тем временем мы можем сбегать на второй этаж и немножко заняться воровством здесь лежит вещь это у нас человеческая фигурка давайте я сначала немножко пособираю а потом почитаю хорошо чтобы нам не с нас сейчас через каждый метр и не читать лор еще здесь можно поговорить как раз астровом струн намекает на то что к ней потом позже можно будет вернуться со специальным сосудом для того чтобы перераспределить свои характеристики как бы начать все заново и в принципе все это она нас посылает далеко но давайте перед тем как идти далеко вернемся немножко назад дело в том что мы здесь еще не все собрали здесь еще пару предметов и кстати вот эти вот как вы уже могли заметить существа тут бегают такие черные вот они вот они очень похожи такие пугливые существа похожи на каких-то облезлых кошек на персов я сказал так вот если ударить хотя бы одну из них то они просто всей толпой на нас наброситься и скорее всего затюкают ну особенно вот такой вот мой класс как странник если бы я еще играл рыцарь можно было их попробовать побить только нет в этом никакого смысла они дают не так много душа и не дают никаких вообще предметов поэтому оставим в покое здесь есть сверушка покрупнее судя особенно по вот этим следам которые она оставила вот и и как раз бить мы и будем у нас есть снаряжение не так много всего лишь кинжал в принципе кинжал не так уж и плох он есть не так много выносливости и очень быстро в атаке также имеет очень неплохой критический урон кинжал обычный кинжал не отличается невысоким уроном не дальностью но довольно быстро обладает мощной критической атакой который которая может стать опасным оружием в умелых руках но критическая атака это атака либо сзади либо после парирования вот эта атака считается критической несу ли я такую атаку вот этому толстому огору я думаю вряд ли ему вообще поможет критическую атаку нанести невозможно так как не парирование не бэкстаба бэкстаба точно не сделать насчет парирования не знаю скорее все тоже делать поэтому сама лучшая тактика будет стоять как обычно у него даже немножко по диагонали от его задницы и просто наносить ему серию на этом весь образ закончится он сильно не поставляться и что сама херова что сейчас свои ногами пусть продолжает потому что меня не хватал не ел иногда пытается это сделать так близко слишком тоже находиться нельзя у меня кончилось да конечно стране когда не лицарь немножко времени нужно побольше и у меня слишком как вы можете видеть низкий баланс поэтому его атака просто будет в такую такую транс так и он гарантированно оставляет предмет это каменное кольцо очень полезное кольцо у меня уже есть одно стартовое кольцо может принципе у тоже прочитать кварцева кольцо мага этим кольцом награждались ученики достигшие определенных успехов мельфийской академии волшебства кварц заточенной в нем душой увеличивает магическую защиту пироман глокин изготавливает копии таких колец чем сильно злит членов академии итак в dark souls 2 у нас практически вся магия представлена мельфийской академии если вы вспомните первый dark souls то там все волшебники проходили обучение в винхейме здесь вместо винхейма теперь мельфийская академия в которой кстати помимо магии еще и пиромантии неплохо обучают здесь у нас еще один предмет который нужно брать немножечко намочить ноги да можно можем еще скупнуться в принципе как можно заметить одежду намокает наш персонаж становится немножко темнее и это дается те защиту от огня гладкий шелковистый камушек не очень полезный предмет но его можно обменять ну что ж вам я еще вернусь сейчас нам нужно пройти можно сказать тренировку вся вот эта локация между мире это такая большая тренировка особенно для новичков которые знакомы серии souls здесь вам будут объяснять что да как примерно и можно отдохнуть у костра ничего сжигать мы пока не можем сопринания составлять тоже не можем поэтому кроме как отдохнуть и восстановить свои силы мы пока больше ничего не можем сделать а ну еще мы можем поджечь факел но факел у нас тоже нет поэтому костры это место отдыха также от них можно зажигать факелы и как раз один из них лежит за вот этой телегой душа пропавший мертвеца факел и если подойти и нажать клавишу y играя на геймпаде им то можно таким вот образом зажигать факел а вот эти светильники можно в принципе их не зажигать но если зажигать все то появится красный фантом как убив которого можно получить дополнительную вещь и так рыбы атака будем пока транжирить наш факел у нас его не так много то так факел здесь к сожалению не бесконечный измеряется определенным таймером если здесь посмотреть то справа от курсора вот сейчас у меня факел осталось всего на 4 минут 36 секунд каждый поднятый факел добавляет 5 минут счетчику захват цели в принципе все эти нагроби читать не обязательно особенно для ветеранов серии souls так как ничего полезного не в принципе сегодня все равно не написано объяснять совсем из базовые механики игры зато эти нагроби можно ломать так зря погасил факел можно сразу же бежать зажигать наши уроны что потом повторно здесь не бегать также этим факелом можно поджигать полок рывок это бег как может заметить и вот эти вот полы они одет в таких же в такой же сет как и персонаж сам начале игры возможно это те полы которые также пришли в драмы за лекарством от проклятия но к сожалению далеко не продвинулись дальше вот этой тренировочной локации больше были слишком слабы и не уверены но можно увидеть еще одного гра который стоит тут на том он каком-то типа песочном пляже рядом с некой лодкой да если я буду ходить факелом и все объяснять это точно сейчас закончится так и но сейчас мы попробуем бэкстэк еще одно урно здесь у нас лежит еще один кинжал но один не дали со стартовым вооружением и здесь у нас второй кинжал и кстати имея два кинжала в самом начале игры показать вам интересную особенность dark souls 2 который кстати нет ни в первую ни в третьей части это боевая стойка зуми оружием то есть имея два оружия примерно одной так сказать совместить два совместимых оружия не обязательно одинаковых можно встать боевую стойку для этого нужно соблюсти одно условие нужно чтобы ваши параметры были в полтора раза выше чем базовые параметры требуемые базовые параметры оружия а пока мы с легкостью расправы расправляемся с этими полами ну совсем с легкостью иногда они все-таки пытаются что-то сделать больше даже я им даю что-то сделать на самом деле так как начинаю изобретать какие-то способы их убиения чтобы вам было интереснее смотреть а самоцвет жизни использовать предмет да пока у нас нету фляги сестуса можно пользоваться самоцветами жизни они восполняют немножечко здоровья здесь у нас на учет как перемещать камеру давайте для начала спустим эту лестницу гнездо гнездо с воронами как вы помните в первой части дресс волос ну и в третьей части дресс волос также есть гнездо гнезда в которых можно обменивать вещи но у меня есть сейчас что обменивать но давайте я сейчас пока не буду этим заниматься а вернусь позже объясню потом почему а нахрена я потушил факел кто мне скажет не знаю зачем я это сделал но я его потушил ну ладно в принципе все равно мне потом все равно придется сюда вернуться и потом я его зажгу зажгайте светильники с помощью факелов да хороший совет уже в середине локации так дело в том что на данном этапе то что я получу от этих воронят она данный момент не так будет для меня эффективно поэтому учитывая то что можно потом накопить и обмен совершить просто весь хлам свалить в одну кучу и при этом желательно еще использовать вот эту монетку которую мы подбирали монетка ржавая монетка которая увеличивает шанс дропа то сэкономив вот эти монеты и вывалив сразу все предметы которые можно обменять а именно обнять них можно радужный камень и вот эти вот гладкий шелковистый камень и нечто окаменевшее выпадает в отличие от первой части dark souls если там за определенную вещь на обмен давали определенную другую вещь что здесь к сожалению есть такой проект есть такое правило великого рандома то есть есть там три категории вещей как раз вот дерьмовые вещи это за все совсем дерьмовые радужные камушки на обмен дают средние вещи и крутые вещи которые дают там за нечто окаменевшие как раз но тоже не факт что использовав нечто окаменевшие вам прям что тут крутое то есть тут этот рандом конечно к сожалению ну добавляет геморроя в том что там эти ворон дают 4 уникальное оружие которые можно добыть только у них вот чтобы нафармить это оружие нужно будет фармить предметы которые идут на обмен на этого оружия и так вот я как раз поставил два кинжала две руки и если мои характеристики достаточно я зажимаю клавишу y но мои характеристики недостаточно чтобы пользоваться к сожалению не могу я в данный момент показать то есть для того чтобы нам поставить два кинжала если посмотреть на его базовые характеристики 2 и 6 то есть нам нужно 3 ловк 3 силы и получается где-то 9 ловкости а у нашего персонажа сейчас нашего персонажа сейчас ловкости всего 6 поэтому к сожалению пока только одним кинжалом я порогу порудую но как только доберемся до маджулы мы сможем исправить эту оплошность и прокачать ловкости и показать как как происходит обои двумя оружиями в dorsal 2 давайте почитаем держать взять левое оружие правое оружие двумя руками все это мы как бы знаем я думаю что вам так сильно читать эти сообщения с описанием управления здесь у нас первый прыжок ненавистные прыжки dark souls очень не люблю я прыжки в dark souls часто падаю янтарная трава но нет здесь удалось избежать падения дать 10 в отличие от 1 dark souls можно поставить прыжок на отдельную кнопку поэтому немножко проще стало совсем чуть-чуть раньше нужен был там прыжок на нажимать два раза так вперед и удар это вот такой вот удар который пробивает защиту вот такой вот этот удар типа мест вместо пинка который который был в dark souls 1 и dark souls 3 так в прыжке это вот такая вот атака и у нас закончился факел комарка папа карло и папа карло похоже умер треснувшее красное око и в принципе в принципе на данном этапе мы с между мире можно сказать закончили потому что переиздание дар сол шкаляр перевородного греха тут поставили статую которые пока нет возможности никак убрать и чтобы туда попасть он там можно увидеть василийсков нужно убрать эту статую каким-то хитрожопым способом народ говорит что можно вот здесь вот как-то перепрыгнуть ну сколько я не пытался мне этого не получилось да и честно пока желание нет туда лезть так как велика вероятность что там меня убьют ну единственно что может он полезного подобрать это усилитель фляги эстуса ну думаю в принципе мы пока без него пойдемся и в ближайшее время мы сюда обязательно вернемся и туда сходим ну и перед тем как покидать это прекрасное место между мире нимб вообще нимб это насколько я помню место такое в религии которая находится между адом и раем который не относится ни к ду ни краю вот это вот место которое соединяет как нам сказали старухи внешний мир и королевство дранглик деревья которые помните вот в первом даркс лоссе были вот подобные деревья которые росли бесконечно ввысь итак давайте почитаем немножечко лора человеческая фигурка теплая и мягкая темная фигурка с ее помощью можно обратить опустошение а если сжечь в костре то она ослабляет связь между мирами предотвращая вторжение и помощь если вглядываться в фигурку она принимает облик человека но чей это облик зависит от смотрящего да при помощи этих фигурок наш персонаж обращает свою полость что позволяет ему становиться опять больше похожего на человека самоцвет жизни маленький камень из затвердевших душ постепенно восстанавливать немного здоровья его часто можно найти рядом с трупами словно это все что осталось от их душ да это можно сказать второй источник лечения после фляги с эстусом добавили такую возможность в dark souls 2 чем очень сильно можно сказать облегчили жизнь при прохождении этой игры янтарная трава трава такого насыщенного золотистого цвета что кажется светящийся немного восстанавливает заряды заклинания считается что она никогда не цветет это заблуждение на самом деле маленькие белые цветки янтарной травы распускаются на закате когда в небе восходит луна так знак тьмы мы уже читали колдовская урна небольшая глина урна в которой заключено волшебство взрывается нанося урон магией эту урну создали в мельфии стране магии и пиромантии сила магии в этой урне не слишком велика но все же станет отличным подспорьем для неопытного странника да у этого урны достаточно плохой урон и также если у вас хорошо прокаченный навык интеллекта этот урон будет увеличен ароматная мазь загадочное липкое вещество которое светится тусклым белым цветом наделяет оружие в правой руке магической мощи усиленно им оружие в течение недолго времени наносит урон магии особенно эффективно против врагов в броне или существ с прочной чешуей да это это вот баф баф на магию баф на молнии редкая золотистая смола наделяет оружие в правой руке могущество молнии усиленное ее оружие в течение недолго времени наносит урон молниями, особенно эффективно против врагов устойчивых к магии и огню. На самом деле она очень эффективна против врагов, которые находятся в воде, либо в тяжелой броне. Порошок подчинки. Порошок из зачарованного металла чинит снаряжение. Прочность оружия и доспехов при использовании уменьшается. При слишком большом износе использовать снаряжение будет невозможно. Если вы обнаружите, что снаряжение износилось, а у вас нет порошка, вам останется в ней только себя. Порошок тут действует специфически, то есть он при использовании чинит не только одну вещь, он чинит все, что у вас надето в определенном процентном соотношении. Старая ржавая монета. Монету мы уже читали. Радужный камень, слегка теплый, он светится мерцающей аурой всех семи цветов радуги, которым прибавляется редкий восьмой. Призматический камень не дает ничего особенного, но если вы боитесь потеряться, с его помощью можно пометить путь. Ну в Дарсоус 2 вообще сложно потеряться. На самом деле он здесь, этот камень практически бесполезен. Им также еще можно мерить глубину, если там сбрасывать его с обрыва и тоже прислушиваться, что тоже практически бесполезно. В первом Дарсоус эти камушки были полезны в кристальном гроте. Как вы помните, там были эти невидимые дороги и можно было определять невидимые пути вот этим камнем. Здесь такого нет, поэтому этот радужный камень нужен только в основном для обмена, да не в основном, а вообще просто нужен для обмена с воронами. Ну души в принципе я думаю читать нет никакого смысла. Ну давайте одну прочитаем. Душа пропавшего мирца, который давно стал полом. Используйте ее для получения души. Души это источник жизни и даже неживой пустейший разум продолжает их искать. То есть полы в Дарсоус это просто, можно сказать, зомби, которые ищут не мозги, чтобы поесть, а души. Так, треснувшее красное око, предмет для игры по сети, позволяет вторгнуться в иной мир. Победите хозяина мира, в который вы перенеслись, и вы получите знак злобы. В треснувшее красное око воплощаются грехи тех, кто поддался темным соблазном. Да, здесь также есть грехи. Если часто вы будете вторгаться и убивать ни в чем не повинных людей, то если у вас счетчик будет грехов зашкаливать, то у вас снимется ограничение на понижение жизни. Что такое ограничение на понижение жизни, я сейчас попозже немножко объясню. Так, это мы читали, читали, читали. Также у нас в начальной экипировке странника есть сразу же камень Фароса, очень полезная вещь. Камень, который можно активировать в создании Фароса-бродяги. Фарос-бродяга это легендарный изобретатель, который странствовал по миру, создавая устройство в помощь нуждающимся. Он так много путешествовал, что Фаросу приписывают даже те изобретения, автором которых он не является. И гладкий шелковистый камень. А гладкий шелковистый камень используется для восстановления большого количества здоровья. Гладкости, как у этого камня, не добиться простой полировкой. Лишь за долгие века камень может приобрести эти свойства. Некоторые из местных жителей, собирают такие камни. Но на самом деле тратить его для того, чтобы восполнить жизнь, это кощунство тоже. Потому что лучше его поменять у ворон, так как в Dark Souls 2 и так есть чем полечиться тут целый арсенал. И нечто окаменевшее. Непонятный окаменевший предмет, приятный на ощупь, несмотря на его вид, определенно редкая и необычная вещица. Но ее назначение остается неизвестным. На самом деле единственное назначение, опять же, обмену ворон. Еще кольцо, да, кольцо. Я его даже еще и не одел. Каменное кольцо. Любимое кольцо доблестного рыцаря Лотиана по прозвищу Рыцарь без щита. В прошлом из Форосы. Удары сильно нарушают равновесие противника. Кто-то может счесть действия этого кольца незначительным, но тот, кто понимает, как важно найти брешь в обороне врага, моментально оценит его пользу. На самом деле очень прикольное кольцо. Оно сбивает баланс противника, равновесие. То есть, когда, допустим, какой-либо противник замахивается на вас мечом, и если ваше оружие имеет хороший пробивной баланс, то есть пробивает баланс противника, то вы при контратаке перебиваете его атаку, и его атака прекращается. Либо после нескольких атак вы просто вообще его вводите в ступор. Если у вас еще есть это дополнительное кольцо, то вы просто собьете в баланс противнику намного быстрее. По поводу ограничения жизни, которые я говорил, что грехи могут снять ограничения жизни. Дело в том, что при каждой смерти ваша жизнь будет, строка жизни будет уменьшена на 5%. То есть, дополнение. И пока вы не используете человеческую фигурку, она будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И так до 50%. Ниже 50%, а потом ниже 50% она уменьшаться не будет. И как раз, если вы будете слишком грешить, то это ограничение снимется, и ваша жизнь может опуститься вообще там до 5%. Итак, Маджула. Очень красивое место.